так сегодня среда и сиджечка себя чувствует гораздо лучше вот даже не включает свою там фигню который смотрит все с ним намного сейчас единственное что в туалет он пока до сих пор по нос вот но его тромбоциты пошли к верху поэтому идет на поправку я надеюсь что завтра послезавтра его уже выпишут сегодня среда ну мальчика довольна что сиджечка порядке у нас также сегодня прилетела и сестра с канады холонки сестер 4 года и сестра здесь не было сейчас приехал 4 больше четырех лет это сегодня у нас много интересного происходит приехал димон он приехал еще на дня три-четыре назад бахола вот сейчас мы с ним поедем зал а после мы будем забирать и же наконец-то из больницы вот на бате как обычно голый у нас сидит на вот так также еще приехала сестра мумай и вот мне подарили они все они не подарили покажу так бате подарили вот эту футболку не подарили вот эту футболку также мне подарили еще вот такую штучку ну чё там потом увидят вот сейчас мы ждем димона но я жду димона что поехать ним зал потренироваться а потом сразу сижеем и как раз сегодня мы узнаем какой у нас будет конечный билл сколько мы будем платить файл билл я уже это под ствол себе трубу нашел чтобы застрелиться ладно все будем собираться так вот он лимоновый димон забирает меня здравствуйте аппарат все опять и улетели в бездну прикольный звук сейчас зимачек будет тоже снимаем железные трусики стринги что это за димончик этот такой все приехали с димончиком больничку сейчас пойдем вот туда доставать и джей короче мы уже вернулись больницы очень много новостей о да короче мне заблокировали тинькофф карту вот у меня мне димон послал 60 тысяч потому что мне хватало 30 тысяч песо в общем в общем и целом билл счет был 129 плюс 16 тысяч докторам и 129 за все и короче мы димон переводит на 60 тысяч и после этого я попытался купить на бинанс криптовалюту ну криптовалюту доллары да и у меня но не прошел платеж то что заблокировали карту вот поэтому больше не надо прислать деньги не надо они все равно заблокируют или еще чего-нибудь делать себе заберут как всегда вот короче вот такие пироги да вот мы а потом еще димон потерял свой кошелек мы сейчас ездили его искали я ходил в общем кошелек нашли он в этом самом у него машине был сейчас мумай сестрой сидят и джейм ждут когда какой-то там помощь от правительства получили что такое как херняка рубля вот почему мы здесь становились потому что как-то батя здесь проходил и вот там ребята собирают какие-то фрукты ну вот смотрите ребят сколько набрали один лайк все бандиты пойдем да ну короче увидите да что это вот они пособрали с этого дерева я тут стоял на велике все ехал вот а теперь пойдет это все на рынок и будут продавать что они сидят трындят я ни хера не понял вот так пойдем я поеду тебя кормить до корми меня я уже крыша поехала батя заказал все какой-то что-то заказал гринпиз да ну как батя говорит как лет как для киски положились еще и так я и сказал мяу русскому мужику чуть-чуть на пол губа последнего моего а так посмотреть будет нормально порция хватит не все тиньков заблочил так батя тут у нас костер развел а если я не могу делать я извиняюсь не могу поднять ногу и ногу а ногу все равно не могу так носить джечка уже едет нам да на счет он все хорошо а я коту какашки поменял то есть не какашки песок там брал просеял а выкинул в ручей да кстати смотрите что у нас тут строится вот так вот это я говорю что это для меня но это ты это ты этот самый как вот для джена говорила для этого еще людей сегодня сегодня увидит сегодня пятница у нас сегодня 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 си джечка приезжает вот мусора почти не осталось я думаю потом здесь все вычистят сделаю чистенько будет сказали что здесь бетон будет будем ходить по бетону так позвоним у мальчика она еще там ждет пока ему коляску привезут вот потом они поедут магнала только брать сюда привет магнала там родственники живут брат джереми вот майка позвонила сказала что костры здесь нельзя жечь особенно вечером она же если жгет то поздно вечером потому что если будете же здесь костры то у вас могут насадить на каркавы то есть нельзя на комаров но ночи так и так вот это вот тот сок который я очень долго мучился искал постоянно каждый день мне приходилось его искать потому что люди которые болеют деньги верят то что сок яблочный вот именно вот этой компании мозг джуз им поможет вот и поэтому меня мальчика постоянно заставляла прям иди ищи вот этот сок иначе никак покажи как он вообще этот сок на самом деле он типа яблочный до него концентрат или как да если концентрат обычный порошковый на 1 сок не подожди его сразу пьешь или надо его сразу пьешь по вот это литр воды 1 2 литра воды стоит только на сколько у нас но это в россии видишь там нас да какая разница один херс израиля везут в бочках ну вот такие пироги да вот как работает маркетинг на филиппинах это знаешь по принципу пейте воду люди пейте воду вы должны пить 3 литра 10 сутки почему потому что мы хотим красиво жить а человек пьет столько сколько ему надо нужен моему организму литр он литр и выпьет ну можно кора дара не больше но будешь пьяным хлам так у нас это происходит вот тут не понимает этот себе вот и мне скажи сколько купили вот такого сока за все время пока сидеть и лежал ну каждый день на вот такой он сзади выпивал 6 таких данных ну да где-то помогал тромбоциты калорий ну сок на просто сок порошок ну маркетинг папа я не думаю что какой-то особый если даже вот состав сейчас посмотрим так вот здесь состав посмотреть тут ничего такого серьезного нету это знаешь все равно что нашим сказать пейте кокосовую воду и все будут бегать скупать кокосы они здесь копеечные наши будут покупать такие пироги да ладно все я буду отдыхать какую отдыхать работа вот такой вот такой вот это не код но он не царапается кузя как у меня стала толстая смотрите на такой копейка да мы еще пока не отводили прочувствуем и думаю так андрейка пришел вот первый андрей пошел что-то покупили они тут сейчас посмотрим кто тут у нас приехал как раз в пироге как раз в пироге Давай-ка держим. Все, Сиджеечка, да, Сиджеечка еще не очень хорошо, пока мы не будем прислать нему. Так, это у нас тут Татьяна. Танечка. Танечка, Танечка. Ай да, вот это вот сестра Мэй. Танечка. 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 Чего ты боишься? Так, ему Маечку, Маечку в голову болит. Так, ну все, ребята приехали. Сиджеечка себя чувствует легче. Мы его в пятницу выписали из больницы. Мы его вывезли из больницы, да. Мы хотели с Димоном увидеть, у нас не получилось. В итоге вывезли родственников, которые приехали. Короче, Майка попросила помощи, ну не она попросила, там вся семья просила помощи у говермента еще. У правительства. У правительства, да. Чтобы помогли оплатить все это дело. В общем, я сначала думал, что там все ничего не дадут. По итогу, да. По итогу дали 50 тысяч. 50 тысяч, 500 тысяч долларов дали. Грубо говоря, да. Вот, поэтому не все так плохо, в принципе. И также вот наши дорогие подписчики нагадали нам целых 100 тысяч рублей. Спасибо вам, ребята, огромное. Да, спасибо огромное. Как раз вот, я сказал 100 тысяч. Да? Да, все правильно. Вот. Поэтому мы все-все оплатили. Ну а пошло 150 тысяч. Да, мы как раз 150 и вышло. Да. Ну еще нам заблокировали карту. Да, ну за то, что я, короче, собирал донаты, мне карту заблокировали. Ну я написал в поддержку, они сказали, что, ну там, сейчас какое-то время мы ответим, сейчас решаем ваши вопросы. Ну мне что-то кажется, что... Через какой? Через 8-9, я сказал. Да. Мне кажется, что они просто пошлют меня куда-нибудь подальше и мне придется открывать счет в каком-то другом банке. И вот я пока не знаю, в каком банке открыть этот счет. Также мне Димон послал 60 тысяч. Мы как раз приехали, мы не знали, сколько нам еще дадут денег от правительства, да, мы не знали. Поэтому мы решили у Димона еще одолжить 60 тысяч на всякие пожарные, чтобы сколько там, мало ли. Он мне, короче, их переводит. И я попытался купить доллары через бинансы и мне это самое, по всей морде. По большую там, да. То есть ваши денежки взяли и заблочили? Типа мы можем вывести эти деньги куда-нибудь на ваш счет, другой день другого банка. Чтобы там тоже заблокировали, наверное. Да, и там. То есть я понимаю, почему это все делается. Понимаю, но нету вот какого-то чувства злобы там или досады. Ну неприятно, конечно, я понимаю, что в любом случае это как-то разрулится. Я понимаю, что 300 миллиардов, да, или сколько там, отжали то в России денег. Ну это ладно. Ну что, ладно. То же самое. Я про это и говорю, что бандитская рука, она везде бандитская. Поэтому как бы вы с душой не отнеслись к нам, да, к CJ к тому же. Ну вот просто взяли деньги эти все и заблочили. Ну я думаю, что я все равно их выведу как-нибудь. Все будет хорошо, все равно будет нормально. Не переживай. Нормально. Просто неприятно, пацаны. Потому что у нас пошла полоса. Я думаю, что буду паниковать там еще что-то. Я как-то спокойно это все отреагировал, что уже сначала у нас следств отменили, потом отменили, это сам не отменили, а сим-карты заблокировали. Жизнь заболел. Сейчас еще сеструха Майкина приехала. Короче, все намешано. Ну достаточно тяжело нам было в последнее время вот это. Ну поэтому на дзене там ролики такие простые очень стали выходить. Мне некогда монтировать. Вчера тоже ездили в Сеатон, чтобы там типа порыбачить. Но мы по итогу не порыбачили ничего. Просто тупо съездили. Я приехал уже ночью, спать хочу. Батя говорит, давай монтируй, дружок. И вот мы с ним поругались немножко. Он мне заставил. Кто? Что ты врешься? Никто не ругался. Обиделся на меня, матерился. Неправда. И пошел на улицу, да. Неправда. Я пошел на улицу повесить белье. Потому что я стирал целый день. Ну короче, вот я смонтировал, все их выложил. Они отдыхали. Два часа. Я два часа спал отдыхал там. Где? По отдыхающим там. Я у него спросил, сегодня тоже поедете? Да. Поеду. Мамаечку швистала вместе с тросей, Джейкой. Куда-то. Решать проблему с деньгами. С деньгами, да. Решать. Пока еще не приехал. Ребята, вот что я хочу вам сказать. Это большое спасибо. Огромное. Да. Огромное спасибо всем тем, кто помог нам. Если бы не вы, я не знаю, как бы вы выкарабкивались этой ситуацией. Потому что вроде бы деньги как бы и были у нас на Сбербанке там какие-то, да. Но я думаю этого не хватило. Погасить вот все полностью лечение ССЖ. Сколько там? 150 или даже больше тысячи. Не знаю. Майка снимала. Я в этот момент носился дома. Думал все делать. Вот. Ну так же не надо забывать, что не только что мы типа сой ничего не вкладывали. Нет. Мы покупали постоянно какие-то там соки, еду. И очень много медикаментов. Подгузники. В общем всякую эту. Очень много. Каждый день там по тысяче полторы две выходило. Но болеть тут вообще кошмар. Да. То есть болеть здесь нельзя. Поэтому если здоровье хреновенькое, то конечно можно сюда его поехать поправить, но деньги тащить и с тобой. Нет. На самом деле надо быть просто осторожным и все. Вот мы сейчас с тобой сидим. Ну как осторожным? Ну и что где? Я не вижу ни одного комара. Это муха. Муха меня любит. Потому что мухи на меня садятся. Я сладкий. Или нет. Или нет. Короче. Все. Спасибо вам большое. Всем пока. Спасибо. Всем пока. Ребята. Субтитры сделал DimaTorzok